Привет дорогие друзья, подписчики и гости канала! Меня зовут Горин Илья, вы смотрите мою еженедельную рубрику Игровой Андроид Фрэш. Поехали! Начинаем по традиции с новостей. Студия Трастер, анонсировавшая в ноябре прошлого года экшен RPG Heroes of Midgard, за прошедшие два месяца выпустила два видео игрового процесса. Их вы собственно видите на экране. В игре нам необходимо изгонять племена гоблинов из дружественных деревень, а потом заниматься их укреплением. Руководить освободительским движением будет один из трех героев, два из которых уже представлены, это Воин и Ведьма. Именно их нам и демонстрируют в трейлерах. Вторая новость на сегодня от известной российской компании ZeptoLab. Ребята анонсировали свой новый проект King of Tubes. Игра представляет собой платформер, где одни игроки воздвигают оборону, чтобы защитить свои богатства, а другие, прибираясь через опасные лабиринты, пытаются их украсть. Пока что инфы по игре совсем мало, но будем надеяться, что в скором времени мы узнаем о ней побольше. Я думаю ребята подготовили что-то очень крутое. Ну и завершаем новости этой недели от студии Mediocre, создавшей популярную игру Smash Hit. Теперь ребята вовсю трудятся над своим новым проектом. Это гоночная игра, где вы сами себе злейший враг. Как я понял, задача будет продержаться как можно дольше в этом сумасшедшем заезде по городу. При этом движение всех автомобилей это наши предыдущие заезды, которые повторяются с каждым разом. Если я правильно понял концепцию, то это будет весьма интересно. Теперь поговорим о новиночках прошедшей недели. Nickelodeon выпустила официальную игру по выходящему на большие экраны в январе мультфильму Губка Боб в 3D. Раннер Спанч Боб напоминает всеми известных миньонов и сабвей серф. Сюжет следующий формула Крабсбургера украдена и нам необходимо во что бы то ни стало ее вернуть. Бегунами выступают всеми известные герои мультсериалы, а действия развернутся по знакомым территориям Бикини Ботом. Игра стоит 258 рублей, что на мой взгляд довольно таки дорого, но это уже дело разработчиков. Вторая игра это Соккер Трон. Игрушка создана на основе футбола, но при этом она является динамичным экшеном в жанре аркады. Нам предстоит постоянно двигаться в 2D пространстве, учитывая то, что мы имеем реактивные ранцы, с помощью которых можно летать. Сдача конечно же забить мяч в ворота сопернику. Игра мне очень понравилась, большое количество карт, режимов, мультиплеер и интересная идея. Стоимость игрушки составляет 328 рублей. Ну и последний участник нашего обзора это Тейл Дрифт. Воздушные гонки на самолетах. Игрушка наконец таки добралась до зеленого робота. Выбираем самолет, включаем реакцию на 100% и отправляемся в фантастический полет. Летим мы вдоль вот такой трубы, огибаем ее, уклоняемся от преград, собираем монетки, ускорители и не забываем подбивать соперников. Игрушка получилась очень красочной и думаю она должна понравиться как детям, так и взрослым. Игра доступна абсолютно бесплатно. Ну что ж, а на этом мой выпуск подходит к концу. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте, то есть Андроид. Мне очень нужна ваша поддержка, поэтому если есть какие-то замечания или пожелания, то я всегда буду рад вас выслушать. А с вами был Горин Илья, вы смотрели игровой Андроид Фрэш. Играйте в хорошие игрушки. До скорой встречи всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok